Добрый день, Илья Викторовна, Борис Сергеевич, уважаемые коллеги. Сегодня я бы хотел рассказать об организации Центра амбулаторно-онкологической помощи на базе 106-й поликлиники. В плане организации Центра амбулаторно-онкологической помощи у нас была на 2021-2022 год. Но так как проблема с обследованием и лечением онкологических пациентов в Красносельском районе стояла достаточно остро, и я сам, работая в КМПЦ, являясь онкологом, решили с помощью и Комитета по здравоохранению, и главного онколога Санкт-Петербурга, и администрации района сдвинуть вот эти вот даты открытия ЦАОПа. И наш ЦАОП был открыт в декабре 2019 года. Следующий. Значит, ну что такое Центр амбулаторно-онкологической помощи? Это структурное подразделение медицинской организации для организации первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара. Какие функции ставятся для ЦАОПа? Это оказание первичной медико-социальной помощи пациентам, распознавание опухолевой патологии посредством современных технологий, выполнение биопсии, проведение противоопухолевой лекарственной терапии больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с решением консилиума. Также проведение восстановительной симптоматической терапии, связанной с возникновением побочных реакций на фоне высокотоксического лечения. С какими задачами, ну какие задачи перед нами стояли? Это сокращение сроков диагностики. Не секрет, что зачастую пациенты, которые обращались к районным онкологам, проходили достаточно длительный путь обследования, который мог занимать от нескольких недель до нескольких месяцев, что, конечно же, влияло на течение заболевания и в целом на прогноз. Повышение доступности и качества обследования. У нас большой район, мы обследуем и лечим пациентов Красносельского района и Петродворцового района. И, конечно же, пациентам достаточно далеко ездить по маршрутизации в ГКУД, на березах Волея. Это занимает у них достаточно большое количество времени и сил. Поэтому многим пациентам, и мы уже можем это оценить на фоне нашей проведенной работы, конечно же, удобно приезжать на обследование у себя внутри района и проходить лекарственное лечение. Мониторинг эффективности лечения. Так как у нас есть дневной стационар, о котором я расскажу позже, и пациенты в рамках дневного стационара у нас получают химиотерапию, гормональную терапию, каждые два месяца мы проводим оценку эффективности лечения. Медицинская помощь врачам в смежной специальности, в диагностике и маршрутизации данных пациентов. В составе 106-й поликлиники есть две женские консультации. И, конечно же, много вопросов возникает и у гинекологов, и у других лусских специалистов. Поэтому мы очень плотно с ними взаимодействуем. Ну и, конечно же, диспансерное наблюдение пациентов, которые уже получили лечение в либо гор-онкодиспансере, либо в федеральных учреждениях, да, достаточно большое количество пациентов, которых мы взяли на наблюдение. Какие требования у нас были к ЦАОПу? Это клиника-диагностическая лаборатория. В нашей поликлинике межрайонная клиника-диагностическая лаборатория, которая активно развивается. Мы делаем большое количество анализов, как стандартных анализов и клинических, и биохимических анализов крови, онкомаркеров, гормонов. И также сейчас мы начали делать для всей мутации, что, в общем-то, ну, также открывает новые перспективы, да, для обследования пациентов. Отделение лучевой диагностики. У нас в структуре есть рентгеновский аппарат, мы проводим рентгенографию, рентгеноскопию, маммографию, компьютерный томограф, кабинет ультразвуковой диагностики. При контроле УЗИ мы выполняем биопсию, делаем биопсию кристалльной железы, пациентам с подозрением на кристалльной железы, делаем биопсию молочной железы, биопсию мягких тканей, биопсию лимфатических узлов. Ну и, конечно же, эндоскопические исследования также выполняются в ЦАРОКе. Здесь мы привели примеры отделения компьютерной томографии, у нас компьютерный томограф, и, соответственно, наш рентгеновский аппарат. Как я уже сказал, Красносельский район очень большой район, и в совокупе с Петроградцовым районом у нас прикреплено 570 тысяч населения. Частично можно сказать, что пациенты Кировского района также в настоящий момент получают лекарственное лечение в рамках нашего САОПа. И когда у нас была первая волна коронавирусной инфекции, то большое количество наших коллег, и в том числе не секрет онкодиспансеров, обращались к нам для того, чтобы мы либо брали пациентов на лечение первичных, либо, соответственно, для продолжения лекарственной терапии. Маршрутизация пациентов Красносельского дворцового района. Пациент обращается к врачу-специалисту первичного звена, либо это терапевт, либо это врач общей практики, либо это русские специалисты, и дальше этого пациента маршрутизируют к нам в САОП. Непосредственно в САОПе мы уже проводим обследование пациентов, если требуется верификация, то это выполнение биопсии, о которых я уже говорил. Также мы проводим стадирование заболевания по системе ТНМ, и далее мы отправляем пациента на консилиум, либо это урокодиспансеров, которые по маршрутизации, ну, либо вправе пациента обратиться и в другие учреждения, в том числе и федеральные. где проводится консилиум и принимается решение о тактике лечения. Либо пациент получает стационарное лечение, либо в протоколе консилиума пишется заключение о том, что продолжит лечение в рамках дневного стационара САОПа, и пациенты к нам возвращаются. До сих пор сохраняются проблемы маршрутизации пациентов, и иногда пациенты, к сожалению, минуя САОП, направляются напрямую врачами-специалистами, либо в онкодиспансер, либо зачастую это бывает и в какие-то частые клиники. И, конечно же, есть такая проблема, когда пациенты теряются, они не находятся под нашим контролем, и это приводит зачастую к затягиванию сроков как обследования, так и лечения пациентов. Поэтому мы сейчас проводим очень много собраний. Буквально вчера мы проводили собрание со всеми нашими врачами-онкологами района и обсуждали вопросы как раз-таки маршрутизации пациентов и направление их к нам в САОП для того, чтобы никто из них нигде не пропадал. Хотелось бы отдельно рассказать про дневной стационар Центра амбулаторно-онкологической помощи. У нас дневной стационар открыт на 10 коек. Работаем мы в две смены, и уже за время нашей работы у нас в законченных случаях 564. Очень вот повториться хотел бы удобно пациентам, и мы много получаем положительных отзывов, что пациенты в пределах района приезжают к нам, получают лечение. Все-таки не всегда лечение очень легко проходит для пациента, и пациенты ослабленные, как мы все это знаем, и они могут спокойно потом добраться до дома, не тратя 2, то и более, часов на дорогу. Здесь на слайде приведены схемы лечения, то есть мы проводим и одевантную терапию, и, соответственно, АЦ, ТС, таксан, хронорежимы, кселокс, таргетную терапию, инъекционная гормональная терапия. Опять же, имеем опыт работы в КМПЦ, и у нас некоторые врачи работают, химиотерапевты также из КМПЦ. Конечно же, наверное, нам проще ориентироваться в проведении лекарственной терапии, чем районным врачам-онкологам, которым поставлена была задача создать САО и проведение дневного, ну и организация дневного стационара. Мы стараемся взять для лечения достаточно большое количество пациентов и приобретаем для этого препараты, чтобы охватить большое количество пациентов. То есть, чтобы не пролечить 10 человек какими-то очень дорогими препаратами и сказать, что вот мы работаем, а чтобы действительно оказывать помощь населению, потому что пациентов действительно очень-очень много. Укомплектованность штата у нас 65%. У нас есть онколог-уролог, ну, конечно же, онколог-гинеколог. Можно отметить, что у нас есть онколог-голова и шея, что, в общем-то, достаточно является большой предкостью. Поэтому мы стараемся взять в свой штат высококвалифицированных специалистов. За время работы ЦАОПа в декабре 2019 года по настоящее время к нам направили 2500 человек. Из них 1470 человек это пациенты с подтвержденным диагнозом. Исключили мы диагноз у 750 человек. За время работы ЦАОПа выполнили 972 биопсии. Большое количество выполняем музеи-исследований, рентгенологических исследований, эндоскопических исследований, больше 6000 исследований. Большое количество выполнено компьютерных томографий. С мая у нас случился ковид, и также мы были вынуждены и, в общем-то, обследуем по сей день пациентов с подозрением на ковидную пневмонию, но и продолжаем параллельно обследовать пациентов онкологических. Работаем мы в круглосуточном режиме, работаем мы 7 дней в неделю, поэтому нагрузка конечно же на компьютерный томограф у нас очень высокая. Результаты работы, которые мы можем отметить сейчас за 9 месяцев нашей работы, что организация ЦАОПа помогла сократить сроки диагностики обследования пациентов. Мы стараемся за 2 недели обследовать наших пациентов при первичном визите пациента к нам в наш ЦАОП мы стараемся сразу же, если требуется выполнение биопсии, назначить дату биопсии. Сразу же расписываем пациенту обследование, которое необходимо для статирования. Все это делается для того, чтобы сократить именно сроки обследования пациента, получить гистологический материал и в кратчайшие сроки направить пациента дальше по маршрутизации в онкодиспансер для того, чтобы пациент смог начать лечение. Конечно же, повысилась доступность, о которой я говорил, для жителей как Красносельского, так и Катеринзорцового района. Повторюсь, мы получаем большое количество благодарности от пациентов и многие говорят, что как им удобно все-таки приезжать на лечение все-таки у себя в пределах района. Повысилась выявляемость, это видно на графике по сравнению с 2018 и 2019 годом, все-таки выявляемость онкологических заболеваний у нас повысилась. в общем-то это те результаты, о которых наверное сегодня мы можем приводить. счет выявляема бутыл mesures и Продолжение следует...